Здравствуйте, дорогие друзья! В 19 по Москве, в 20 по Москве, это, соответственно, также те же самые вебинары, но уже вечерняя версия, потому что мы работаем, дамы и господа, в совершенно различных часовых поясах и, соответственно, хотелось бы видеть максимально новичков на вводных вебинарах. Поэтому давайте, пожалуйста, пройдем опросник, чтобы понимать, в какой раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре, соответственно, каким образом вещать, на что делать упор, на что делать именно акценты. И всегда мы будем говорить, что вводные технико-экономические вебинары предназначены в первую очередь, естественно, для новичков. Потому что многие люди не имеют времени, не имеют, может быть, в начале навыков при вхождении в проект Skyway, об донесении информации о технологии Skyway. И, соответственно, максимально пользуйтесь данным инструментом. Этот инструмент создан на благо всех инвесторов, акционеров и просто участвующих в проекте Skyway. И поэтому, пожалуйста, сейчас я сброшу ссылки в чат, сохраните, пользуйтесь, передавайте другим. Это постоянные ссылки. Сейчас в Skyway Capital на данный момент мы максимально отрабатываем донесение информации по системе рассылок. Иногда рассылки, возможно, не доходят. Поэтому, пожалуйста, сбросьте вашим коллегам, вашим друзьям эти ссылки и пригласите их на вводные технико-экономические вебинары. Так как, возможно, человек просто не в курсе о проекте Skyway. И если раньше, допустим, о проекте Skyway, на мой взгляд, сугубо должны были знать 50-60, а то и 30% населения Земли, когда я только входил в проект, я думал, что здесь будет потенциал именно по освоению трудноосваиваемых на сегодняшний день месторождений и так далее. То есть упор будет сделан именно на высокоскоростное перемещение и только, то с участием в проекте мое мнение, мое видение именно от проекта концепции Skyway значительно поменялось. И теперь я считаю, что абсолютно 99% людей на Земле, им следует хотя бы быть в курсе о проекте Skyway, потому что когда-нибудь проект Skyway все равно коснется их так же, как когда-то развивался любой принцип технический, любой закон и любая технология того или иного технологического уклада. Если говорить про сегодняшний век, дамы и господа, то все мы с вами сейчас живем в век хай-тек технологий. Это те технологии, которые являются порождениями и детищами именно пятого технологического уклада на основе кремниевых технологий. Одной из основ является сеть интернет и как раз таки в 1969 году была произведена первая пакетная передача цифровых данных. С этого момента, можно сказать, начал по планете широко шагать компьютер, айпад, планшет, на ладоннике вначале это были. Вначале это были вообще трехкилограммовые сотовые телефоны. Но все течет, все меняется. И Стив Джобс когда-то именно презентовал концепцию смартфона. И смартфон, на самом деле, дамы и господа, на сегодняшний день это абсолютно привычная вещь, которой многие из нас с вами пользуются. И сейчас мало кто пользуется кнопочными телефонами. Ввиду того, что смартфон имеет множество функций и позволяет комфортно пользоваться различными услугами, вплоть до оплаты услуг буквально в одно касание. И многие процессы, на самом деле, дорогие друзья, происходят сейчас фактически мгновенно. Это перевод денежных средств, это перемещение видеосигнала, цифрового сигнала по сети интернета. И поэтому вы сейчас меня видите, если у вас хороший интернет, без искажений, без помех, я надеюсь, вы меня слышите. И всего 15-20 лет назад этого невозможно было себе представить. И невозможно было себе представить, что мы будем бесплатно общаться по скайпу. Но на самом деле, дорогие друзья, то, что происходит мгновенно, мы можем сказать, о цифровом сигнале и о различных виртуальных средствах связи, чего не скажешь о мгновенном перемещении именно транспортной индустрии. И если сеть интернета – это виртуальная оболочка сети для общения людей, для передачи данных, то как раз-таки сеть, которая испытывает необходимость фактически все человечество, будущая мировая транспортно-энергетическая, коммуникационная и даже социальная сеть Транснет появится уже в ближайшие годы. Эта сеть основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, соответственно, она позволит перемещать товары, грузы, естественно, людей, пассажиров буквально за считанные дни, считанные часы, если это перемещение не на далекие расстояния, но на тысячи километров за полдня можно будет легко переместиться, на тысячи, я повторяю. И, соответственно, это будет концепция мгновенного перемещения, когда вы можете просто лечь спать, проснуться, либо поделать, не отрываясь от повседневных ваших забот, посидеть за компьютером, посмотреть фильм, так как в путевую структуру SkyWay будет зашито оптоволокно, будут предусмотрены силовые кабели, и, соответственно, это позволит перемещаться внутри путевой структуры, течь электрическому току и, соответственно, иметь четкий стабильный интернет-сигнал. Чего не скажешь о многих объектах геологоразведки и так далее, когда интернет нестабильный, когда сигналы невозможно, результаты геологоразведки послать и, соответственно, быстро обмениваться данными. Сеть Transnet, помимо того, что в виде транспортной и инфраструктурной составляющей, она будет приходить туда, куда не может сейчас ступить транспортная и инфраструктурная нога промышленности, но после внедрения сети Transnet уже на любом типе рельефа местности, на любом типе поверхности, будь то это болото, будь то это пустыня, будь то это вечная мерзлота, либо это будь, допустим, шельф прибрежной зоны, либо такие не с глубоким дном участки океана, морей, возможно размещение опор и, соответственно, пустить струнный транспорт по струнному рельсу. Но, дамы и господа, эта концепция появилась не сразу. Анатолий Эдуардович Веницкий еще с детства увлекался запуском ракет, всегда его тянула именно любовь к небу, к звездам. И, несмотря на то, что Анатолий Эдуардович Веницкий, выучившись в университете, соответственно, получил специальность инженера путей сообщения, и был именно принят патентное бюро, произвел на свет множество изобретений, это более 50 изобретений, более 70 патентов, которые были коммерциализированы, то есть все началось не именно со струнного транспорта. И на международной конференции по проблемам неракетной индустриализации в 1988 году Анатолий Эдуардович представил, каким образом вывести промышленность в открытый космос. Это была система, так называемая ОТС, то есть общепланетарное транспортное средство, и для многих это покажется абсолютно фантастикой, и представьте, какой фантастикой показалось это для того момента времени. И, естественно, Анатолий Эдуардович встретил множество сопротивлений, множество препонов при продвижении технологии общепланетарного транспортного средства, и возникла идея на несколько, на десятков лет отложить данную технологию, и, соответственно, пришла логика именно к созданию простого, на основе существующих законов физики, струнного транспорта, транспорта второго уровня. Соответственно, на слайде вы видите первые концепты, первое поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого и далее, началось развиваться следующее поколение, было получено несколько грантов ООН по развитию городской инфраструктуры, Хабитаб, несколько было грантов от различных учреждений при Советском Союзе еще, то есть это фонд космонавтики с СССР, это фонд госкино с СССР, и можно сказать, что уже пройден фактически на сегодняшний момент почти 40-летний этап развития технологии. Но таким переломным моментом были испытания в 2000-х годах, когда финансирование оказал проект губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович, и я могу привести вам пример именно сарафанного радио, то есть передачи информации в виде оповещения, как говорит наш гуру мотивации Григорий Михайлович Мирошенченко, что просто оповестите о проекте, что он существует, и когда человек захочет в нем участвовать, я имею в виду, естественно, наш проект Skyway, соответственно, он обратится именно к вам. И представьте себе, что находясь в одном самолете с Лебедем Александром Ивановичем, Сергей Анатольевич Сибиряков не побоялся и осмелился подсесть к Лебедю Александру Ивановичу, причем изначально это было за спиной Александра Ивановича, и спросил, позвольте к вам обратиться. С этого момента завязался достаточно интересный разговор, и, естественно, благодаря дару убеждения, благодаря знанию технологии на тот момент Skyway, то есть вообще на сегодняшний день более 15 лет Сергей Анатольевич уже развивает технологию Skyway, соответственно, было произвено полное убеждение губернатора Красноярского края, бывшего губернатора Красноярского края Лебедя Александра Ивановича, что струнным технологиям, как он говорил уже позже, в России действительно быть. Через две недели был выделен первый транш, и, соответственно, было начато строительство в городе Озера Московской области полигона. Почему полигона? Потому что данный технопарк произвел не только испытание легкой ажурной конструкции, казалось бы, которая должна была под весом многотонного ЗИЛа-131, как мы называем, уходящего в небо, разрушиться и рассыпаться, и, более того, одна из запор находилась в болотистой местности, специально намораживали налить, чтобы показать, что, соответственно, стальное колесо разрубает при перемещении по стальному рельсу, присутствовал, конкурирующий на тот момент с Лебедем Александром Ивановичем, в том числе губернатор Московской области Громов Борис Севолодович. И, соответственно, испытание, дамы и господа, прошло более чем успешно, и доказательство этого Анатолий Эдуардович Ницкий стоял прямо под путевой структурой, показывал железобетонную уверенность в том, что в своей технологии, именно в том испытании, которое производится, Анатолий Эдуардович абсолютно уверен. И в 2009 году была произведена презентация на тот момент президенту Российской Федерации, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, было даже поручено найти миллиард на развитие технологии Skyway через Министерство транспорта, через специальный фонд. И через неделю после Госсовета России по инновациям в транспорте испытательный полигон в озерах был уничтожен неустановленными лицами по неустановленным причинам, и вся конструкция, металлоконструкция, это тонны металла, соответственно, с помощью спецтехники, газорезок, бензопил, все было разрушено и вывезено в неизвестном направлении. И с этого момента можно сказать нам, мои господа, что зародилась мысль в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого, что, возможно, это не тот способ, не тот правильный способ обращения к олигархам, к сильным мира сего, потому что все заканчивалось одним и тем же образом. Даже после 2009 года еще было несколько попыток общения с крупными олигархами, с крупными потенциальными инвесторами, но данные люди хотели все и сразу, не хотели быть первыми, а хотели быть сразу лидерами, а лучше полтора, и вторыми они не хотели быть. И, соответственно, естественно, с подобного рода переговоров часто Анатолий Эдуардович доходило даже до решения подобного, что просто встать и уйти. И это было абсолютно верно сделано, дамы и господа. На самом деле я бы сейчас не вещал бы в этой аудитории, вы бы не слушали эту информацию, и струнные дороги не реализовывались бы сейчас на том этапе с такой мощью и с таким результатом развития, что в 2013 году, благодаря волевому решению Анатолия Эдуардовича Юницкого, была предпринята стратегия развития компании через краудинвестинг. Краудинвестинг, что это такое? Это народное финансирование, дамы и господа. Когда каждый из нас с вами от буквально 15 долларов в своем личном кабинете сейчас может оказать инвестирование в данный проект, и сейчас мы можем встретить такие суммы, причем люди приобретают в рассрочку, платят, что касается иностранцев, также русские, бывают такие суммы, платят уже на данном этапе по 10 тысяч долларов. Есть люди, которые единоразово инвестировали по сотням тысяч долларов, причем на самых ранних этапах, у моей структуре непосредственно есть на ранних этапах опыт инвестирования примерно на 800 тысяч рублей. Эти люди, естественно, включая всех, кто присоединился после 2013 года, и что касается меня, я присоединился в феврале 2014 года, и с 2013 примерно по осень 2014 года развивалась и устаканивалась именно финансовая схема, но даже когда я присоединился, дамы и господа, я не могу сказать, что была идеальная схема финансовой инвестиции. То есть на тот момент я просто перевел непонятно кому на карточку в надежде получить обязательства компании, которые в будущем, возможно, потенциально станут акциями. Естественно, эти акции я получил, и после этого началось развитие мое в проекте, и существует такое понятие, как коэффициент выработки именно вашей первой линии, то есть ваших лично приглашенных. Дорогие друзья, не стремитесь прямо вот бесконечно, максимально выстроить, потому что все равно так или иначе когда-нибудь устанете, выстраивайте свою первую линию, работайте с глубиной. Потому что на сегодняшний день наш проект получил свое развитие более чем на 300 тысяч человек по всему миру. Соответственно, более чем 300 тысяч человек по всему миру действительно заинтересованы в том, чтобы осенью 2016 года был продемонстрирован городской пассажирский транспорт, далее, соответственно, уже в 2017 году был продемонстрирован высокоскоростной транспорт, и также в 2016 году осенью был продемонстрирован грузовой транспорт и легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. И более того, дамы и господа, я могу сказать, что данная технология... Так, пропал звук. Все хорошо, все слышно, дамы и господа? Да, замечательно. Просто бывает такое, что пропадает звук. Перезайдите, пожалуйста. И данная технология, именно концепция Юнибайка, она была предпринята буквально полгода назад как точка входа, как отмычка такая замечательная для вскрывания взаимоотношений с чиновниками. И во многих регионах это было опробовано. Более того, инициируются проекты как по легкому прогулочному транспорту, так и по городскому пассажирскому, так и по грузовому направлению. И даже, например, Критский коридор, и Анатолий Эдуардович Юницкий это представлял еще на конференции международной после 2000-х годов. То есть это такие вот глобальные проекты, как соединение Минска, Москвы, Париж, Лондон, далее это, соответственно, уходит на Токио и отпетление на Китай, на США через Берингов пролив и так далее. То есть это именно концепция Критского коридора. И, дамы и господа, я могу сказать, что вообще, вот запомните этот транспортный модуль, он понадобится абсолютно всех, потому что он будет составлять одну из основ будущих линейных городов. Дорогие друзья, активисты, кто уже не в первый день в проекте, пожалуйста, сбросьте ссылку на линейные города, чтобы мне не отвлекаться на это. В чем заключается ценность на сегодняшний день, дамы и господа, для вас? В том, что проект на самом деле сейчас развивается, сейчас есть возможность финансирования именно в главную технологию, которая будет в качестве части интеллектуальной собственности и доли входить во все адресные проекты по всему миру. И, соответственно, вы будете получать потенциально, теоретически, естественно, я скажу такие слова, в возможной перспективе прибыли в виде дивидендов. И, дамы и господа, почему я говорю такие слова? Возможно, так как рискованный у нас венчурный проект, даже на данной стадии, даже когда фактически уже произошло строительство первой анкерной опоры, совмещенной с транспортно-логистическим узлом. И, соответственно, одно я могу сказать, дамы и господа, что струнный транспорт обеспечивает огромнейшую социальную направленность, потому что даже низшие слои населения смогут передвигаться, используя данный транспорт, так как стоимость проезда будет в 2-3 раза дешевле, чем на существующих видах общественного транспорта. Это будет абсолютно безопасное, комфортное перемещение. Опоры будут стоять, и, соответственно, путевая структура, фактически на века они будут построены. По аналогии можно сравнить, и сама концепция структуры, именно путевой структуры, можно сравнить именно с строительством ванковых мостов и так далее. И, дамы и господа, что немаловажно, я могу сказать, что всего лишь 1 миллион юнибусов, и если говорить про автомобили, то примерно 200 миллионов автомобилей сейчас ездят по всему миру. И представьте, насколько много металла каждый год, каждый месяц затрачивается на производство автомобилей. Есть целые кладбища автомобилей в США, где корпуса автомобилей, соответственно, собраны кладбища покрышек, то есть от покрышек, соответственно, выделяются многие канцерогены, и это огромный урон экологии. То же самое я могу сказать о запуске ракет. Это вообще подвижной состав космический, именно с коэффициентом полезного действия всего лишь 1%, думайте, 1%, если даже железнодорожные составы перемещают товары и грузы с коэффициентом полезного действия 15%. И есть такое вещество, как гептил, всего лишь 2 миллиграмма, это составляет основу топлива, могут убить человека всего лишь 2 миллиграмма. А представьте, первые ступени, делившиеся от ракеты, соответственно, падают и на Байконуре, на территории Байконура. Еще в своих мемуарах, которые сейчас были именно выведены в литературные произведения Анатолия Боровского, Юницкого «Небесные дороги», всем рекомендую прочитать, категорически рекомендую, тех, кто заинтересуется проектом Skyway. Данное произведение, тоже, пожалуйста, сбросьте ссылку, кто имеет понятие, где ее найти. Это произведение, которое недавно я начал читать, и меня оно очень сильно поразило, потому что там рассказывается биография, рассказывается путь, как Анатолий Эдуардович Юницкий шел к проекту струнного транспорта. И рассказывается тот вектор, тот далекий вектор ОТС, общепланетарное транспортное средство, которое, как мне кажется, дамы и господа, с помощью нашей системы народного финансирования, с помощью нашей мощной системы развития в геометрической прогрессии, мы обязательно достигнем. И, дамы и господа, многие спрашивают, почему коэффициент аэродинамики так важен для струнной технологии, и почему же аэродинамика выше, чем у спортивных автомобилей, даже типа Бугатти Верон, и серьезнее, что касается высокоскоростного перемещения, 500-600 км в час, чем у спортивного самолета. На самом деле, когда вы приподнимаете на высоту 5, 10, 15 и выше метров над землей подвижной состав, аэродинамические показатели, свойства увеличиваются уже в два раза. И вообще идеальная форма капли, она сразу способствует, и по физике вы можете знать, что это максимальные показатели аэродинамических свойств, положительных, естественно, аэродинамических свойств. И КПД колеса, соответственно, наименьшие потери двигателей, что касается КПД колеса, 99%, и Михаил Орлов, президент, соучредитель Международной Академии ТРИС, в своем интервью говорил, что он был поражен в свое время именно эффективностью технологии SkyWay, и считает ее действительно самой перспективной на сегодняшний день. Соответственно, так как аэродинамические показатели максимальные, по сравнению с автомобилями, это очень важно для владельцев автомобилей, для автолюбителей, на сегодняшний момент мы все считаем расход топлива, и что касается перемещений юнибусов, мы будем наблюдать огромную и значительную экономию, как топлива, так и энергии при эксплуатации. Что касается энергии, это запитка аккумуляторов, и, естественно, основной тип движителя будет заключаться мотор-колесок, то есть это передача без потерь крутящего момента на, соответственно, уже сами колесные пары. И огромная экономия также будет наблюдаться при строительстве легких ажурных конструкций, при натягивании струны, и есть такое сравнение, вот в интервью Сергея Анатольевича обязательно вам приведем, с шелковым путем, и на самом деле струна настолько тонкая, что это действительно будущий такой шелковый путь, потому что шелк, соответственно, это очень тонкое волокно, и такая аналогия, она абсолютно верна, дамы и господа. Многие спрашивают, почему можно назвать путевую структуру по технологии Анатолия Эдуардовича Веницкого, струнной технологии. Почему это струна? Во-первых, ответ очень прост, дамы и господа. Струну на гитаре, на балалайке мы натягиваем. И более того, умудрялись сравнивать с балалайкой, с гитарой, в Министерствах транспорта, когда, соответственно, технология развивалась, и многие не понимали на ранней стадии, чего не скажешь о сегодняшнем времени, потому что в сентябре 2016 года, 23-24 сентября, мы приглашены, и достаточно серьезный по размерам стенд будет. Различные подвижные составы современной транспортной индустрии, и, дамы и господа, я думаю, что мы докажем всему миру эффективность нашей технологии, инновационность и перспективность. И, соответственно, струна, дамы и господа, это предварительно напряженная, растянутая, неразрезная, статически неопределимая конструкция, закрепленная на концах анкерных опор. Соответственно, анкерные опоры могут являться как станцией, совмещенной с концевой анкерной опорой, и я приведу вам, так скажем, не свежие фотографии, намеренно, чтобы вы посмотрели развитие проекта. Это еще 16 марта фотография, и здесь вы видите, фактически уже началось строительство второго этажа, установлены промежуточные опоры, 18 промежуточных опор, 18-й является стальной опорой, и, дамы и господа, на самом деле, строительство развивается настолько быстро, что буквально чуть меньше полгода назад этого всего мы не наблюдали, этого всего не было. И это огромное доказательство тому, что наш проект развивается, что целевое финансирование средств инвесторов расходуется абсолютно логично, абсолютно правильно, и в недавней своей делегации в Венгрии, Чехии, Словакии, посетив научно-производственно-конструкторское предприятие, удивились, насколько эффективно и в то же время скромно распределяется пространство, то есть ничего лишнего. И они были поражены, на самом деле, потому что во многих корпорациях, именно иностранных, наблюдается некая такая роскошь, чего не скажешь о технологии Skyway. Соответственно, здесь только инновационность, только опережающие сроки работы, развития. Здесь работают в научно-производственном конструкторском предприятии, в ЗАО «Струнные технологии». Настоящие, не побоюсь этого слова, передовики, те люди, которые могут часами засиживаться на работы. Но, дамы и господа, я думаю, что это абсолютно вознаградится, так как все сотрудники, и мы это наблюдаем не раз, у Google, у Microsoft получают также опцион в зависимости от своей зарплаты и в пакетах. И у вас, дамы и господа, также есть возможность приобрести свой опцион, потому что у нас схема налажена именно народного финансирования. Это тот рискованный шаг, который в 2013 году предпринял Анатолий Эдуардович Юницкий, но тот шаг позволил достичь тех результатов, которые на сегодняшний день имеем. Если бы не началось строительство эко-технопарка, дамы и господа, все мои слова, речи были бы абсолютно тщетными, и грош цена, более того, им была бы, потому что это был бы обман, это была бы провокация. Но, на самом деле, дамы и господа, с помощью народного финансирования реализуется на сегодняшний день такой глобальный, широкомасштабный проект. И те, кто считали нас обманным, вначале не понимали, что ничего не строится, земля даже была год назад не получена, полтора года назад не было сформировано научно-производственно-конструкторское предприятие, сейчас оно насчитывает более 200 людей, и 200 людей примерно делают то, что обычно делают полторы тысячи людей. За полгода мы строим то, что обычно строится год и более. И, дамы и господа, это действительно оптимизация, которой мы обязаны Анатолию Эдуардовичу Яницкому. И то, что мы видим, то, что вы увидите, соответственно, на роликах, посвященных экотехнопарку, на любительских записях, на мобильные телефоны многие снимали события. Дамы и господа, я могу сказать, что люди, которые посетили экотехнопарк, в том числе и профессиональные строители, были поражены темпом развития и темпом строительства. Но, дамы и господа, иначе и не может, и не быть, при том, что мы с вами находимся на пороге смены технологических укладов. И пятый технологический уклад, который ознаменовался появлением вот таких вот умных устройств, соответственно, ознаменуется появлением новой сети Transnet, единой транспортной, энергетической, коммуникационной и даже социальной сети, и, соответственно, умных подвижных составов. То есть, это будут транспортные андроиды, это будут подвижные составы, которые обладают машинным зрением, это будут подвижные составы, которые будут реагировать на ваш голос, будут реагировать на препятствия, которые, соответственно, будут находиться на пути, чего не скажешь, о современных системах автоматизированного управления, как, допустим, Talis, как, допустим, различные системы автоматизированного управления, например, TGV, и очень много преимуществ, которые я могу перечислять фактически очень долго, часами, вы все это можете спросить у тех людей, которые вас пригласили в данный проект, цель данного вебинара, эффектно и лаконично показать вам ценность Skyway. Основная ценность Skyway, дамы и господа, это то, что такой возможности уже в 2017 году инвестирования в Skyway может и не быть, потому что на сегодняшний день мы признаны экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации, произошло это 11 февраля, 25 марта на очередном совещании рабочей группы также при Министерстве транспорта Российской Федерации технология уже признана не просто инновационной, а перспективной к применению и недолго к тот час, когда после демонстрации сертификации осенью 2016 года широкомасштабно по России матушке начнут развиваться адресные проекты с применением технологии Skyway, которые могут рассчитывать на долю в которых в зависимости от своей инвестиции те люди, которые инвестируют до закрытия финансирования основной, мы ее именуем корневой компанией, то есть это главная компания, которая будет в качестве доли входить во все адресные проекты, которые будут создаваться и делаться с помощью технологии Skyway. и это не может не радовать дамы и господа, этого не было у наших родителей, возможности такой, не будет у наших детей, не будет у наших внуков, но мы здесь и сейчас можем обеспечить именно возможность достойного жития, бытия наших детей, наших внуков и даже правнуков, и дамы и господа, это также признают ведущие эксперты в своей отрасли, также Ротхук, очень серьезный инфраструктурщик, также занимается сейчас проектом в Австралии, Виктор Бабурин сказал, что проект в Австралии уже строительство скоро начнется, это будет соединение двух кампусов с помощью городского пассажирского транспорта и далее, соответственно, в виде демонстрации всей Австралии начнут создаваться множество адресных проектов грузового направления с совокупным экономическим эффектом более 10 миллиардов долларов. А это, дамы и господа, только всего лишь Австралия, а мы строим Skyway по всему миру и мы спасаем планету и даем дорогу в мир Транснету, сети новой, будущей, ближайшего будущего, я бы сказал, транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной. Ну а я передаю слово тому человеку, который переломил ход истории Skyway убедил когда-то Лебедя Александра Ивановича и тот человек, который даже не предполагал, что проект будет развиваться с помощью народного финансирования, но сейчас собственно все вместе вырабатываем стратегию наилучшего притока инвестиций и самое главное реализации железе, бетона этих инвестиций уже именно в качестве задачи для ЗАО струнной технологии. Потому что наша задача только построить, продемонстрировать, реализовать и промасштабировать. И мы это сделаем, дамы и господа. Сергей Анатольевич, вам слово. Друзья, добрый вечер. Как видно, как слышно. Так, хорошо. Да, я, как Алексей уже сказал, я прям с корабля напал, я буквально только 10 минут назад зашел домой, вот сейчас только приехал с аэропорта. Снукова прилетели мы с Александром Осиным, кто видел его, наши отзывы еще первые, которые там полтора года назад, он очень активно работает в Дагестане, в Чечне, то есть у него там большие контакты, много друзей, вот, и мы как раз вот с ним вчера полетели в Махачкалу, в Дагестан, там у нас был ряд встреч, потом переехали уже к вечеру в Грозный, вот, еще и там провели с руководством такую большую работу и сегодня отвернулись из Грозного, я могу сказать, что очень интересно у нас сегодня возник контакт, очень интересная работа, то есть мы нисколько не сомневались, вот, но действительно пообщались с, ну, с целым рядом, то есть с Министерством экономики у нас был доклад, Министерство транспорта, Министерство туризма, молодежной политики, там потом на уровне вице-премьера, премьера, то есть и сейчас готовим к тому, чтобы именно выйти на проект такой большой проект, совместный именно с Skyway и правительством Чечни по развитию и Чечни всего Северо-Кавказского региона, поэтому могу сказать, что я давно не встречал такого уровня профессионалов, то есть именно молодых ребят, которые так горят работой, которые действительно очень делают, и мы наметили и проработали очень большие-большие такие сейчас проекты, и даже съездили на одно из очень интереснейших, таких уникальных, это самое высокогорное озеро в мире, называется оно, сейчас я само я просто с поездки еще очень многие названия, особенно эти после Шашино и Хасавьорта произношу плохо, вот, соответственно, прямо на месте посмотрели там, где будут строиться уже трассы, там, где будут строиться именно первые легкие прогулочные, потом уже городские системы, то есть, ну, в общем, друзья, я могу сказать, работа идет, и это такой очень важный этап, и несмотря на то, что мы только вернулись в понедельник с Экофеста, вот, после этого, прямо на следующий день пришлось вылететь, и я могу сказать, что работа движется очень активно. Завтра, опять же, кто сможет в Москве или в московском регионе, у нас тоже будет презентация в Москве на экологическом форуме уже в экспоцентре, где мы будем представлять именно уже проект транспорта по Самарии и презентовать уже совместно с Институтом архитектуры города Самара, Skyway для того проекта, который мы готовим в Москве, поэтому, в Самаре, точнее, поэтому, вы видите, график сейчас очень такой плотный, вот, и в ближайшее время, наверное, на следующей неделе мы запускаем уже большую работу по Красноярску, вот, запуском там четырехадресных проектов, поэтому, друзья, работа идет, и что сегодня очень знаменательно для меня, то есть, вот, вот этими первыми впечатлениями, что понимание ситуации, понимание инновационности, понимание необходимости для региональных властей, вот, как мы сейчас видим, как на Красноярском регионе, в Самаре, вот, теперь подключилась Чечня, она есть очень-очень высокая, и ту совместную работа, которую мы сейчас ведем с конструкторским бюро, то есть, это разработка концепций, это разработка конкретных предложений, а потом уже и целых стратегий, вот, как мы в Самаре начали с небольшой проект, а сейчас выходим уже на разработку стратегии и концепции для всей Самары, области, а дальше уже для всего региона, то же самое мы начинаем делать для Сибири, то есть, сначала для Красноярского края, потом для уже Западной Сибири, а дальше у нас цель и задача это выйти на концепцию всей Сибири и Дальнего Востока, для того, чтобы все возможности, которые мы сегодня закладываем, реализовать, тем более, что сейчас у нас, это уже для тех новичков, которые присоединились, у нас просматриваются уже четкие сроки уже демонстрации и непосредственно тех этапов и технологий, которые будем показывать, то есть, сейчас это основная, конечно, дата будет, это 23 сентября, когда будет демонстрация и технологии на форуме, инновационном транспортном форуме в Берлине, где мы будем представлять технологию и параллельно проводить такую большую конференцию для всей Европы, для Германии и для Европы в Берлине и сейчас просят провести еще в Кёльне отдельную конференцию и, соответственно, в октябре мы уже будем готовить большую демонстрацию в Марьиной Горке, то есть, как раз вот этот фестиваль, который прошел на этих выходных, это была как репетиция, как подготовительная, так, ну и, конечно же, вопрос о встрече союзников, о встрече тут, поэтому Алексей уже про фестиваль говорил, по впечатлениям, у меня-то уже на эко-фестиваль наложились следующие впечатления уже о поездке в Чечню, о поездке, о встрече уже с руководством именно и Дагестана, и Чечни, и это уже несколько следующий этап, поэтому, друзья, расслабляться и останавливаться у нас просто нет времени, потому что работа, которая сейчас набирает, мы ни в коем случае не должны снижать темпы, ну и я думаю, что у нас даже в мыслях такого нет, и на следующий, это вот то, что Алексей сейчас показывает в фотографии, это самое высокогорное озеро в мире, вот, которое есть, и вот сейчас там по периметру как раз будет проектироваться и налаживаться первая трасса легкого прогулочного, и именно потом там за горами уже начинается Дагестан, это будет связка уже с Дагестаном, ну и это, в общем-то, целый комплекс, целая работа, и сейчас вот основная задача, которую мы ставим, это разработка общей концепции, и буквально в ближайшее время, наверное, в ближайшие две недели мы будем это уже презентовать и показывать руководству Чечни, вот, а, конечно, я уже так не могу два слова не сказать о впечатлениях, которые произвел Грозный там, вот, за последние 15 лет, как его восстановили, насколько это действительно сейчас новый современный город, вот, впечатление очень серьезное, то есть, огромный объем работы и огромный объем строительных работ, восстановительных работ и организационных работ, как сделано, это, конечно, очень серьезно впечатляет, и как раз вот та команда тех, ну, скажем так, единомышленников и союзников, которые мы сейчас нашли, я думаю, что мы с ними сделаем очень серьезные проекты, которые в ближайшие времена начнем реализовывать, и я думаю, что еще до конца этого года мы запустим ряд вот проектов, вот, это озеро называется Казино Ам, вот, и, соответственно, это уникально тем, что это самое высокогорное озеро, и, соответственно, оно полностью состоит из родников, и с точки зрения описания природы, которую, которые вообще, то есть я сам по себе люблю, Кавказ, вот, Северный Кавказ, но настолько красивых мест, и там есть уникальные просто вот такие вещи, которые уже десятилетиями, да уже столетиями известны, то есть там определенные ущелья, вот, прям рядышком с этим озером, куда приезжают люди больные астмой десятилетиями, и у них проходит астма прям буквально в течение там 3-5 дней просто дышать им воздухом, там есть уникальные родники, а там все это озеро, там вокруг него, видишь, мы объезжали его там, там прям огромные источники воды именно из гор прям идут родники, и они все обладают там одна, там говорят, вот это вот исключение, это почки лечат, это печень, там это желудок, это вот сердце, и так далее, то есть это, друзья, просто уникальнейшие вещи, и там огромное количество сейчас иностранных специалистов, которые рассматривают, так вот, друзья, я могу сказать, что это вот как раз закладка нового, такого туристического оздоровительного кластера, который на Северном Кавказе, я еще в начале 2000-х годов, мы там писали программу, и мы вели такой термин, как туристическая метка, и как раз Чечня и Северный Кавказ, мы тогда это предполагали, кто-то в это не верил, кто-то к этому относился скептически, а сейчас, друзья, просто и подошло время, подошло уже востребованность, и самое, что главное, подошло и технология, которая сегодня терроризует, мы очень интересно, долго обсуждали, и у нас была встреча потом в Министерстве молодежной политики Чечни, и там были местные блогеры, кто работает в информационном пространстве, и очень мне пришлось сделать такую большую презентацию, уже связанную не только с технологией, а с шестым технологическим укладом, вообще с развитием транснета, тот термин, который мы вводим, и когда я рассказал о самой идеологии народного финансирования краудинвестинга, то для меня была абсолютная неожиданность, абсолютная вещь, что руководство Чечни это активно поддержало, и они как раз признали, что народное финансирование на сегодняшний момент это наиболее такая форма, которая будет приемлема, и мы как раз сейчас закладываем механизм, когда мы первые проекты будем запускать с помощью именно краудинвестинга, основанного на местных инвесторов, которые хотят инвестировать в адресные проекты или в корневую технологию, а потом уже будут подключаться туда крупные инвесторы, потому что сегодня в Чечню вкладывают очень большие там и компании, и фонды, это и из арабского мира, и из Европы, где чеченская диаспора очень большая, и она тоже разбросана по всему миру, поэтому я могу сказать, что, друзья, это интереснейшая работа сегодня будет, и что самое главное цель и задача, которую мы ставили, что мы увидели в этой команде очень больших единомышленников, союзников, с которыми мы дальше будем двигаться, и здесь я уже могу сказать, что я так, что это самое громкое, это самый звук идет, А, да, да, у меня очень большие звуки Кизиной, а, да, так сказать, я еще во всех этих названиях не так ориентируюсь, но тем не менее. Так вот, друзья, сейчас мы, у нас возникла очень такая большая команда и серьезная работа это в Красноярском крае, я об этом уже говорил, и мы вот с Алексеем сейчас как раз выходим уже на организационные формы работы, но тем не менее я могу сказать, что вот такого энтузиазма, как по Северному Кавказу, у нас все-таки нет, и здесь с точки зрения, посмотрим, как у нас дальше это будет в практическую реализацию, выйдет проект, конкретный проект, но сегодня именно вот идеологические люди, которые близки к пониманию о перспективах развития именно от новой технологической такой этапе развития, это, конечно, вызывает очень большой оптимизм, и это, несмотря на то, что это, конечно, занимает кучу времени, кучу сил, вот, особенно вот эти вот все переезды сейчас меньше, чем два-три часа в любой конец там сегодня невозможно проехать и дороги хоть более-менее, конечно, ремонтируются, но это все равно, горные дороги есть горные дороги, вот, поэтому здесь там мы зато много перемещались, много обсуждали, и у всех вот эта вот надежда и о том, что вот возникнет новая система, транспорт, это новое, идет, это как раз востребованность сегодня крайне-крайне-высокая. Вот, поэтому, друзья, в завершение вот для тех новичков, которые только-только подсоединились к проекту, я могу сказать, что идет очень активная работа, что мы уже, проводя вот такие эко-фесты, который произошел, который прошел на этих выходных, где мы собрали единомышленников, сторонников, союзников, последователей, инвесторов, те, кто, партнеров, те, кто работает в этой программе, конечно, это, друзья, очень, я думаю, что всех и зарядило, и дало большой эмоциональный подъем, мы все пообщались, увидели, могли задать вопросы юницкому, конструкторам, просто друг с другом пообщаться, это дает, конечно, большой импульс, а вот эту работу, которую мы сейчас запускаем уже непосредственно в регионах по адресным проектам, то есть, мы уже говорили, что у нас в Самаре, вот, это активно развивается в Санкт-Петербурге, она начинает двигаться в Красноярске, во Северном Кавказе, и сейчас дальше эти регионы будут добавляться, добавляться, эту работу мы сейчас ставим такой очень активной фазой, это уже, друзья, конкретная реализация, конкретный запуск. И сегодня говорить о том, что этот проект только на начальной стадии, что можно еще подождать, посмотреть, это как раз, друзья, ваше право, но те, кто реально включается в проект, те, кто не видит, они понимают, уже, что это действительно очень серьезное дело, которое двигает очень большое количество людей, то есть, и просто сегодня более тысячи человек, которые собрались в одном месте, и которые представляют уже почти сообщество более 300 тысяч человек, это, конечно, друзья, серьезная работа. И второй момент, который очень важный, что по мере развития этого сообщества, этой серьезной организованной силы, возможности, которые у него возникают, это все больше и больше, и сейчас, к октябрю, когда мы подойдем уже к полной демонстрации уже элементов технологии, когда это станет очевидным, понятным, то здесь, друзья, уже, как я говорил, параллельно еще идут очень такие большие переговоры с инвесторами, которые уже хотят запустить реализацию крупных проектов, вот там, монгольского, вьетнамского, были иск... Это тоже, друзья, все вместе сходится к тому, что... Влад, про Самару, давайте я еще во второй части нашего вебинара как раз, остановлюсь на Самаре, тем более, что завтра как раз на экофоруме в Москве, в экспоцентре, будет как раз презентоваться именно самарский проект, и мы будем там выступать совместно уже с самарским институтом. Ну вот, друзья, давайте сейчас как традиционно по нашей логике с Алексеем мы делаем небольшой перерыв между первой и второй частью, то есть первая ориентировочно всегда рассчитана на новичков, что тот, кто только подсоединился к проекту, чтобы у вас была возможность войти в терминологию, посмотреть, как этот проект развивается, чтобы именно услышать азы то, чем мы занимаемся, а на второй части мы более подробно уже говорим как раз об экономических, технологических вещах и соответственно уже говорим о перспективах развития проекта. Поэтому давайте, друзья, традиция у нас 3-5 минут перерыв, для тех, кто дальше не продолжит работу с нами я прощаюсь, ну а большинство, я думаю, мы с вами во второй части обсудим как раз еще ряд вопросов, которые сегодня у нас вышли исходя из тех целей и задачи, которые мы наметили на Экофесте и соответственно то, что перед нами будет стоять уже на октябрь месяц. Вот, друзья, давайте на этом у нас с вами небольшой субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok